всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я тут подумал все равно 99 процентов из вас готовят по рецептам с канала в лучшем случае один раз в квартал я опрос сделал так что это точно поэтому сегодня не буду заниматься ерундой и подбирать старательные рецепты которые вы можете приготовить из продуктов купленных в ближайшем пивном ларьке хочу приготовить черта это морской черт он же удильщик дон и морской хищник валяется по обыкновению на дне поджидая добычу с такой внешностью другого не остается поднимает вот эту удочку который перед мордой так вот пошевеливает глупый рыбешка думаю поживиться чем-то подплывает удильщик резко распахивает пасть и хватает добычу он воду вместе с рыбой засасывает она даже уплыть никуда не может еще не очень мощные грудные плавники черт на этих плавниках умеет буквально подпрыгивать у этого рода по бокам с челюстей свисают клочья шкуры в воде не шевелятся как водоросли короче такой природный вариант камуфляжа леший чем он хорош кулинарном плане мясо очень плотное белое и не имеет костей кроме позвоночника поэтому если захотите повторить сегодняшний рецепт а вы захотите повторить сегодняшний рецепт удильщик под рукой не окажется замените вот треской будет очень вкусно для сегодняшний рецепта он называется удильщик по-бискайски или а-ля бискаин понадобится сам удильщик однако у этого товарища половина тела башка так что я взял и разморозил еще и тушку 2 без головы и шкуры а для бискайского соуса понадобится лук белый и красный сладкий чеснок парочка помидоров яблоко я взял ларинет вкусная томатная паста и вот такой перец сухой вес него можно взять готовые пюре из перца продается таких маленьких баночках в отделах пряностей ищите в крупных сетевых супермаркетах или в конце концов замените копченой паприкой и это же можно найти поищите в интернете хотя бы на том же самом сайте ем колбаски короче захотите найдете приступаем начну чеснока его понадобится много а продолжу луком вот кто бы что ни говорил а размер имеет значение это новый представитель линейки мови хай карбон прекрасно знаете что я без ума от нее ножик для больших мальчиков отлично а можно уже начинать обжарку естественно наливку масле extra virgin не перегревайте но во-первых вредно вы это знаете во вторых если масло перегреть то смысл в использовании именно extra virgin теряется все ароматические вещества то выгорят и что тогда это дорогущее масло использовать собственно из лука нужно получить луковый мармелад делать не быстро температуру кастрюли делаем среднюю я пока займусь удельщиком надо с него шкуру снять она очень плотная и из головы сварить бульон а лук помешиваем чтобы не сгорел процесс идет пока подготовлю помидоры внутреннюю мякоть вырежу вы закономерно спросите в чем смысл одновременно использование и томатной пасты и свежих помидоров все дело в пасте я использую очень такую вкусную кисло-сладкую причем скорее сладкую чем кислую кислоты совсем-совсем мало а в соус кислоту таки надо добавить и этого добиваюсь как раз таки используя свежие помидоры лук обжаривается подготовлю перец семечки надо удалить шкурку эту залить прохладной водой пусть лежит набирается влаги у меня перерыв смотрите какой мармелад получился отличный красота сахара лук карамелизовались горечь ушла пора добавлять томаты и томатную пасту и перемешать ну и яблоко шкурку можно не срезать все равно потом блендером все в труху убить процесс пошел разберусь перцем мякоть надо снять со шкурки и в кастрюлю все и перемешать отлично рыбный бульон у меня уже сварился я голова удилищика варил специально в очень большом количестве воды посолить и рыбку сюда рыбу варю до готовности на слабом огне очень большое количество воды как для того чтобы бульон был более насыщенный и вкус рыбы был более яркий если замените удильщика на треску то готовить ее варить лучше даже не в кастрюльке в какой-нибудь плоской широкой сковороде чтобы куски трески лежали в один слой она в отличие от удилищика норовит развалиться мясо не такое плотное перерыв ну что близится процесс к завершению рыбу уже вынимаю бульончик добавлю к луково-томатному мармеладу и поработать блендером все старательно измельчаю и вот теперь соус надо довести до вкуса то есть попробовать и выправить на соль сахар на кислоту перца пожалуй еще ну еще пять минут и можно подавать основные этапы готовки ну и Вот такой натюрморт. Так, а вот этот кусман с этим соусом. Обожаю этот соус. Он очень насыщенно яблочный такой. Можно было бы, наверное, сказать, что это какое-то такое, скорее, кисло-сладкое, чем сладко-кислое яблочное повидло, но нет. За счет лука, за счет перца, за счет рыбного бульона это очень такой яркий, очень классный соус. И рыба, попросту сваренная, по сути, вареная рыба с этим соусом просто вот потрясающе выигрывает. Это класс. Нет, я должен это съесть еще. Я должен это съесть. Извините. Класс. На этом, позвольте, закончить. Я надеюсь, что вам ролик сегодня понравился. И вы постараетесь найти такого черта и приготовить его. Черт возьми, это вкусно. Спасибо за компанию. И напоминаю, по промокоду ФРЕСКО большие мальчики могут получить такие вот ножи с очень приятными скидками. Достаточно большими. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok